Добрый день, сегодня в студии Ульяновской Прады новый гость Деленкин Анатолий Георгиевич, известный в Ульяновской области, да и не только, я думаю, в Ульяновской области, почетный работник лесной промышленности, председатель Совета директоров производственного объединения Ульяновск-Мебель и кандидат в педагогическую наук. Добрый день, Анатолий Георгиевич. Мы сейчас, конечно, известный человек, добились, успешный бизнесмен. С чего все началось? Вспомнить детство, где родились родители. Ну, Вер, спасибо за приглашение в вашу студию, приятно. Родился и вырос и всю жизнь живу в Ульяновской области. Цельнинский район, село Кунюковка, Кунюков. Там закончил 8 классов, ну и за следующими знаниями два года ходил, ездил в соседнее село Елховое озеро. Там армия, там трудовая деятельность. Ну, как ходили тоже интересно в Елховое озеро. Да. Два года. Да, тогда веселое время, конечно же, было. Ничего нас не пугало. Поздней осенью, когда учебный год начинался, на велосипеде. Поздней весной, когда снег сошел, можно было на велосипеде. На велосипеде, конечно же. 8 километров туда, 8 километров назад, может быть. Ну, а зимой или непогоду, пешком, конечно же. Дай бог, если когда-то колгос выделял трактор с прицепом, мы там в этой будочке на сене тоже добирались. Никто не жаловался, все нормально было, но зато получили среднее образование и потом уже во взрослую жизнь. Получили опыт. Родители, вспомним, как звали отца, мать? Да, родителей уже нету. Всегда вспоминаю добрым словом, которым мне дали возможность вот и учиться, правильно воспитали. Отец Георгий Исакович, мама Лидия Степановна. Отец, к сожалению, очень рано ушел, 48 лет еще, по сердечным делам. Ну и маме уже несколько лет нет уже живых. Ну, я маму помню. Я еще писал про маму в газете «Канаж». Был у нее дома. И армия после 10 классов. Да, сама после 10 класса я сразу же настраивался поучить профессию офицера, и не просто офицера, а именно морского летчика. Поступил в Оренбургское высшее военное училище летчиков, имени, кстати, нашего земляка Полбина. Там полгода проучился, но при очередном таком медкомиссии посчитали, что я не совсем буду годен к несению военной службы, но дослужить полтора года пришлось, чтобы два года в общей сложности. Но в Советской армии уже. Да, в Советской армии два года служили, я тоже так же. Благодарен армии от того, что дали такую школу. Дослужим. Вот пока вы были в армии, ваша семья из Кундюковки перебралась в город. Да, родители переехали в город, Паратаевку, здесь вот под Ульяновском. И родители, три моих младшей сестры там вот жили. А вы уже начали отдельную жизнь, взрослый человек? Да, я вернулся, мне нужно было определиться уже с гражданской жизнью. Я для себя выбрал политехнический институт, энергетический факультет, который мне в жизни очень, конечно же, помог самому. Ну и жил здесь в городе, достаточно рано женился. Уже началась такая трудовая биография. Вы работали в несколько СПТУ преподавателем, мастером, да? Да. Трудовая моя деятельность началась с того, что я 6 мая демилизовался, и до начала учебного года, до 1 сентября было много времени. Я решил для себя не просто пустое время проводить, 4 месяца. Пошел, получил рабочую специальность за 3 месяца. Электросварщик, аргонной сварки, цветных металлов сама. Вот. Сначала стипендии получал, не просто сидел на шее у родителей, как и учился. Ну и потом успел поработать, получал уже зарплату, я выпустился с повышенным разрядом. Вот. И когда подошел учебный год, я понял, что если я буду учиться на очном отделении, я буду получать мизерную стипендию, и опять буду. Взрослый человек после армии у родителей просить, или подрабатывать придется. Ну и решил для себя, я лучше буду работать днем, а вечером учиться на вечернем отделении. Вот так вот сложилось. Здорово. Это надо отнимать много времени, конечно. Да, я был занят целый день, что называется, с утра до вечера. Сначала работа, библиотека, уроки, учеба. Закладывали фундамент. Не зря вы сейчас успешный человек сегодня. Спасибо. Не знаю, закладывал, нет ли? Я не жаловался. Ну, знание я имею в виду. Знание, да. И дальше вот СПТУ там... Нет, не совсем так, не совсем так. Жизнь ведет, я женился. По тем временам надо где-то жить, квартиру заработать. Правильно, угол. Угол, да, свой надо иметь. Слава Богу, у нас здесь Ульянский авиационный комплекс открылся, и я пошел туда работать, вот, жил за Сиягой, ездил за Волгу с первым трамваем, что называется, начинал добираться. Прилучно. Там работал, ну, потом на север учиться, политех, потом опять за Сиягой, по такому циклу жил, зарабатывал себе квартиру. Слава Богу, заработал для семьи. И потом уже поплаватель, да. Ну, а потом, когда я там работал, я всегда был по жизни активный как общественник. Вступил тогда в Коммунистическую партию, потому что установка такая была сама. Коли ты передовик, ты должен быть обязан быть членом партии. Был такой, был. Да. Меня заметили, и как высоковолюционный специалист, направили в учебный центр в Новом городе, который создавался только параллельно с Авиастаром. А и первым объектом, который давал образование, это профтехучилище было, где готовили рабочий кадров. И меня туда, как высоковолюционный специалист, ВКС называли, направили туда в качестве мастера производственного учения, чтобы учеников водить на Авиастар и там проходить практику. Вот так оказался я там. Потом еще начальник мастерских. Нет, немножко не так, Николай Николаевич. Опять не так, да? Опять не так. Да, ну, немножко сам я-то по-своему рассказываю, наверное, сам. Да, да. Потом мы приняли в первый раз учеников после девятого класса, а до этого были люди, которые приходили после армии тоже так же. А тут после девятого класса пришли мальчишки, вот. Ну, не секрет, многие из них с плохим поведением были, с плохой учебой. Девятый класс их как-то не хотели брать, вот поэтому их определяли в СПТУ тогда. Хотя ребята все были толковые, в принципе, но не дисциплинированные. К сожалению, были и судимостью уже там в 14-15 лет они уже имели судимость. Для меня это был колоссальный опыт. Вы не представляете, Николай Николаевич, насколько это был колоссальный опыт по психологии. Как найти взаимопонимание с трудными подростками или просто людьми, которые имеют свой характер, которые не хотят на занятия ходить, которые уже под лестницей курят там сама, которые могут матом послать там преподавателя и так далее. И вот мой прежний маленький жизненный опыт, будучи там сержантом в армии, будучи там бригадиром, мастером, вот мало подходил, здесь нужно было находить компромисс. Приказом ничего не решишь. Да, да, да. Только определенным уговорами или кнутом, или пряниками находить общий язык, чтобы они все на занятия ходили. Все они каждую тему сдавали, то, что по практике нужно было. Поэтому я получил с точки зрения психологического опыта, очень-очень здесь вот большие знания. Я благодарен судьбе, говорю, чтобы мне... Потом по авиационным техникам, где тоже поработал. Параллельно в вечернее время преподавал технические предметы, готовил диссертацию. Вот таким образом дослужился начальником учебно-производственных мастерских, когда уже построили, прежде чем на завод детей отправлять, мы у себя обучали производственным профессиям, как слесарь, инструментальщик, токарь, фрезеровщик, заточник и так далее. Тоже это вот такой обширный плац знаний по всех направлениях, что мне пригодилось по жизни. Вот так этот цикл был. А в Ульяновск мебель как пришли? И началось это все от того, что зарплата преподавателя, мастер производства, она достаточно маленькая по тем временам. Инфляция большая была. Постоянно не хватало денег. И особенно, когда родился второй ребенок в семье, катастрофически, конечно, не хватало. Пытался нам подрабатывать, конечно же, как тогда говорили, шабашки какие-то взять или там после работы куда-то сама. Но не спасало. Но когда начались кооперативные движения, когда начался... Это 90-е годы? Это 90-е, начало 90-х годов, даже конец 80-х, наверное, сам. Ну и вот потихоньку появилась возможность уже в частном бизнесе заработать. Уволился и начал в этом направлении делать мебель. Сначала в своем гараже, вдвоем с товарищем, потихоньку росли. Из гаража до руководителя Ульяновской мебели. Совершенно верно. Не имея первоначального капитала, что называется, не имея за душой накопленного какого-то материального достатка, когда весь свой достаток заключается в том, что имеешь двухкомнатную квартиру на семью из четырех человек, имея поддержанную машинешку, и надо с чего-то бизнеса начинать. Это очень трудно. С одной зарплатой? Нет уже зарплаты, когда она расходится на продукты, на одежду детям, на садик и все остальное. Ну вы долго руководили там председателем совета директоров? Нет, там, конечно же, шел все по ступеньке за долгие годы. Сначала переехали в одно арендуемое помещение, потом еще одно взяли в аренду. Росли, увеличивали. Наконец-то сумел себе тоже поменять двухкомнатную квартиру на четырехкомнатную квартиру. Ну и потом большой наш Авиастар. У них были непрофильные такие направления. От производства самолетов выделялись порядка 30 с лишним предприятий непрофильные. В том числе там мебель изготавливали. И когда там скоропосижно скончался директор, меня пригласили на должность директора. Регенерационные моменты прошли сама. Мы частично там нашими коллегами собственники стали. Ну потом выкупили акции. Потом нам предложили купить акции Ульяновск мебель большого. Два предприятия стало таких вот сама. Ну и говорю, пошага вот так вот. Успешно, видимо, работали. Работали хорошо, работали с душой. Работали очень много. Работали на совесть. Работали не нарушая моральных, этических норм ли трудового законодательства. Всегда у нас была чистота, порядок, зарплату вовремя. Соблюдали, говорю, технику безопасности, соблюдали пожарную безопасность. Это и ценилось, наверное, работниками. Поэтому у нас всегда было желающее работать у нас в коллективе. Хотя, говорю, трудовая дисциплина была достаточно жесткой. Требовали порядка, качество и все остальное. Ну, видели, это тоже заметили. Вас не зря пригласили в политику. Единая Россия, секретарь. Да, наверное, да. Потому что, когда начинается успешно какая-то бизнес-карьера, ты становишься публичным человеком. Тебя замечают, приглашают. Ну и вот фабрика в железнодорожном районе была. Как говорят, районнообразующее предприятие или одно из районнообразующих предприятий. Они, соответственно, начали приглашать на какую-то общественную работу, на благотворительность. И когда ты откликаешься, помогаешь, ну и команда тогда, губернатора сама, пригласили и в Единую Россию вступить сама. Ну и потом вот даже какое-то время был я руководителем партии Единой России по Ульяновской области. Да, благотворительность. Вот я когда работал главным редактором газетка «Наша», я помню, вы подарили компьютер, два шкафа подарили в нашей редакции, помню. Это тоже спасибо вам большое. Да, для нас это порядки вещей было. Мы школа железнодорожного района ежегодно одаривали комплектом школьной мебели для одного класса. Каждую там 11 школ было. Нет, даже больше, потому что кроме общеобразовательной школы, у нас в районе есть школа для детей с ограниченным зрением. Там тоже мы участвовали. Это дополнительное учебное заведение есть. Есть медицинское учреждение, которое мы всегда постоянно дарили. Ну и у меня общественно-приемная работала, когда я был депутатом. Ко мне очень много приходили и погорельцы, и люди, у которых там потом было и так далее. Всегда старались помогать. Поэтому за то время, пока я там работал, конечно же, очень большая помощь оказывалась. И мебелью, и компьютерами, и многими другими. Много где помогали, наверное. Ну, помогали и автономия, чувашка автономия, я помню, при свае Владимире Ильиче. Там был клуб предпринимателей, чувашка предпринимателей. У вас был там какой-то круг свой. Вы всегда помогали. Мы ездили в Москву на году, и остальные здесь мероприятия постоянно помогали. Вы были в первых рядах, я помню. Да, замечательное было время, когда автономию возглавлял сваев Владимир Ильич. Он объединял бизнесменов, создали тогда бизнес-клуб «РТЛ». И они постоянно участвовали в проведении праздничных мероприятий. Памятник Яковлеву тогда вот тоже собрали деньги. Много других проектов было. Ну, это было порядка вещей. Ну, к сожалению, как-то потом как-то сошло на нет, конечно же. Ну, тогда я с удовольствием участвовал. Ну, и хорошо, спасибо вам. Тогда депутатство. Как вы попали в депутаты? Тоже так же, да? Видный человек? Когда ты находишься в рядах партии, где состоит Путин, или же поддерживает Путин, само собой, это команда России, и когда тебя приглашают быть в одной команде, здесь с очень президентом, трудно отказаться и не надо отказываться. Поэтому, когда предложили один из округов возглавить, если победишь, станешь депутатом, ну, я не отказался. И поэтому два созыва, это 10 лет, я был депутатом законодательного собрания. Вы наша гордость, мы всегда гордились, что у нас есть свой человек за свое законодательное собрание. Спасибо, но назвать это гордостью может быть и трудно. Это ответственность, потому что, действительно, вот самое трудное в это время, что запомнилось, когда я был депутатом, это то, что очень всегда много уходило время на общественную работу. Это как вторая смена. Постоянно в каких-то мероприятиях нужно участвовать, прием надо вести, заниматься по всем направлениям, по которым к тебе обращаются люди. И в какой-то степени, через какое-то время, ты выхолачиваешься, и уже живя с бедами многих людей, начинаешь понимать сама, что когда ты не имеешь рычагов для того, чтобы помочь, потому что у меня бюджета-то нет, бюджета у правительства или у мэрии, например, мы только можем обращаться, мы только можем писать на прием, ходить за кого-то, ходатайсовать сама. И вот это по кругу, когда ходишь, 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 пока вопрос решится, это, конечно же, устаешь от этого сама. Про гордость уже там не думаешь уже. Ну, это мы уже думаем. Да. Но я в любом случае говорю спасибо тем моим коллегам, которые рядом со мной работали тогда, делали большую совместно такую работу для того, чтобы откликнуться на беды людей, на просьбы людей. Много мы сделали, специально даже книгу выпустили в свое время. Вот так 10 лет нашему общественно-информационному центру под нагласие, согласие, где мы людей принимали, и фотографиями, книгу выпустили тогда до 10-летию вот этого работы. Это большая работа была проделана. Вот Академия народного хозяйства. Вы работали успешно, бизнесмен, а все-таки пошли учиться, все время повышать квалификацию. Ведь жизнь меняется, Николай Николаевич. Жизнь требует новых знаний. Мы же помним, был социализм, переходный период, потом мы начали успешно строить капитализм, рыночные отношения. А нас не учили же в школе этому, и в университете не учили, в институте тогда. Тогда не было, да. Поэтому то, что хватал случайные книги какие-то, интернет тогда тоже очень слабо был развит. Это было недостаточно. И когда появилась возможность учиться в Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, я, конечно, с удовольствием откликнулся, и сессиями туда приезжал, делал домашнюю работу, сдавал, и получал новые знания по маркетингу, это очень большое, по менеджменту, по менеджменту, по рыночным отношениям, по всем другим направлениям деятельности, к которым даже ты, может быть, еще в то время не участвовал, по фондам различным и так далее. Потом пригодились. Это уже наперед, я думаю. Да, это какой-то степени, наперед, потому что курс подразумевать не просто, как евроменеджмент он называется, а широкий круг дается. Любое образование в таком учебном заведении это дает определенные знания по многим направлениям. Конечно же, это было необходимо, я говорю, я не просто сам выучился, я следом за собой своих заместителей всех там выучил. Потому что мы одна команда, должны были на одной волне, одними критериями понимать и вести вот этот вот локомотив вперед. А еще высшая школа, корпоративное развитие. Ну, следующий этап, в любом случае нужно учиться. Здесь тоже, опять же, надо. Опять же, время идет, надо следующий курс обучения. Вот как сейчас, вот многие ездят в Колково, обучаются. В Татарии там, по-моему, Иннополис есть. Это тоже такое же? Ну, это немножко другое. В Иннополисе все-таки больше уже лабораторий действуют. Хотя там есть отдельный лицей, отдельный даже детский сад есть самый, где людей готовят уже заниматься бизнесом. Про Сколково, да, узнаем. Кстати, недавно был на экскурсии, буквально в феврале месяце в Сколково. Появилось опять желание там учиться. Еще раз, наверное. Новые веяния, новые направления. Обновляются. Хотя я себя считаю на пенсии, частично на пенсии. Частично. Но, тем не менее, надо знать современные тренды, современные направления. Этому надо учиться. Ну, давайте вспомним про награды. Тоже награда, это не просто так. Отдаешь здоровье, отдаешь сколько времени. Вот у вас орден, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и в третьей степени, да? Две медали. Да, спасибо государству, что правильно оценили мой вклад. Скромная моя заслуга. Мне было приятно от того, что действительно это заметили. Оценили. Потому что в Ульянской области мы были самые крупные работодатели в сфере производства мебели. Сколько, говорите, там людей было работало у вас? В разное время. Работало от, вернее, наверное, до 1800 человек. Очень крупные. Да, у нас было две большие фабрики. За Волгой одна, здесь одна сама. Была розничная сеть, было коммерческое направление. Поэтому мы очень много людей обеспечивали работой, платили налоги. Думаю, вот это вот и... Люди получали зарплату. Люди получали зарплату. Государство получало налоги, бюджет само. Поэтому это, видимо, тоже вот помогло. Ну и Ульянская область оценила мои заслуги знаком за заслуги перед Ульянской областью. Да, еще меценат столетия. Ну, знаков меценатов у меня много, в том числе и от нашей национальной автономии, из Чубаксар. Другие благодарственные письма. И награды есть, в том числе и от епархии нашей. Понимали? Вот какого принципа вы придерживались в жизни? Что вас привело к успеху? Ну, наверное, в первую очередь, наверное, то, что родителями заложено. Гены? Гены, воспитание, требования. Притом, это не только мои родители, это все-таки и мои тетя, и дядя. Которые примерно в таком же духе, думаю, наверное. Это, наверное, все-таки фамилия, когда мне с малых лет говорили, мы Еленкины, мы должны себя вести не как попало, а порядочно. Соответственно, получить классическое образование 10 классов, политехнический институт, дальнейшая учеба, стремление, наверное, из простого деревенского, чувашского паренька, добиться выйти на какой-то уровень, работать, 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 ну, для того, чтобы достичь определенного благополучия, наверное, определенных, наверное, самореализации, наверное, вот это помогло. Желание. Ну, здесь жилка нужна еще, внутренние жилки. Ну, вот говорят, родители, наверное, это вот где-то дано может быть. Ну, и второе, что говорят, что такое талант, говорят? Это труд, помноженный, помноженное, то, что дано, умение. У вас даже книга есть, мы, Еленкины. Эта книга написана много, давно написана, на тему наши родословные. Недавно я выпустил еще две книги, сейчас пишется третья, заключительная книга о моей трудовой деятельности. Хорошо. Он не захватил, подарил бы. Я не попросил, я не знал, что эта книга есть. Ну, хорошо, ну, вот хобби есть у вас? Что-нибудь, кроме работы? А то работа, работа, работа. Конечно же, никогда не задумывался о том, что должно быть еще хобби. Люди называют коллекционирование каких-то вещей тоже хобби. У нас тема получилась так, что, производя долгие годы мебель, мы восстанавливали старую мебель и в один прекрасный день решили все-таки собрать это в качестве выставочной экспозиции в одно место и назвали это мебель и дизайн интерьер самого прошлого века, 20 века. По эпохам, по этапам там. Да, 50-е годы. Раньше невозможно что-то найти, кроме там скамеек-то и, наверное, ничего такого не найдешь самому. Это вот мы собрали в коллекцию, сундуки там тоже были присутствовали, туда же в интерьере, то, что всегда у людей были какие-то полотенца, вышивки. Все это собрали, сделали хороший музей и приглашали или подарить нам, или купить. Мы восстанавливали и создали вот такую коллекцию. Вот это увлеченно занимался, сказали бы, хобби. Точно так же собрали отечественные автомобили, которые выпускали начиная с 50-х годов, ну, заканчивая эпохой Жигулей, наверное. Хотя коллекции Жигулей нету, но самая последняя, наверное, модель – это Победа в Болган. Я там бывал, и машины видел, и музей был прекрасный. Я там бывал. Ну, спасибо вам, что вы пришли. Я думаю, это не последняя встреча. Еще будут какие-то там дела, мы можем встретиться в любое время. И, думаю, за полчаса мы не наговорили, обо всем не поговорили. Спасибо. Да, спасибо вам, что вы пришли. На этом мы заканчиваем передачу. Я увел Николай Ларионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова